Сегодня мы с вами будем говорить про железо, и здесь мы разберем с вами два диагноза, которые составятся у нас в международной классификации болезней. С одной стороны, у нас есть диагноз железодефицитная анемия, с другой стороны, недостаточность железа. И мы с вами сегодня поговорим о том, чем же они отличаются, и как нам не пропустить недостаточность железа, не доведя человека до железодефицитной анемии, поймать его на более ранней стадии. И, к сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит железа занимает первое место среди 38 наиболее распространенных заболеваний человека. Я бы здесь, может быть, сказала даже не столько человека, может быть, сколько женщины, хотя мужчины с железодефицитом тоже встречаются, Но, наверное, за всю мою практику я видела около 4-5 мужчин с железодефицитом. В основном ко мне, конечно, обращаются женщины. Мы сегодня тоже поговорим, почему женщины у нас находятся в большей группе риска. Но действительно, практически каждая женщина имеет в той или иной степени железодефицит. И даже у меня список анализов первичного приема входят те, про которые мы будем с вами говорить, которые диагностируют анемию и недостаточность железа. Если мы посмотрим на карту нашего мира, то железодефицит касается не только нашего населения. Он распространен во всем мире, во всех странах. То есть это говорит о том, что все-таки с одной стороны не все так просто и не все зависит только от питания. То, что все равно мы понимаем, что в каждой стране свои особенности питания. И почему-то все равно во всех странах наблюдается железодефицит. Поэтому есть причины, связанные с питанием и с общими тенденциями, которые есть во всем мире. Но есть и другие причины, о которых мы тоже с вами сегодня поговорим. Наиболее высок риск развития дефицита железа у детей, особенно первых двух лет жизни, и у женщин репродуктивного возраста. То есть когда мы занимаемся обследованием детей, с одной стороны, конечно, не хочется лишний раз маленькому ребенку лезть в вену, брать у него кровь. Особенно мы говорим о том, что если исследуется большое количество показателей, то нужно взять очень много пробирок. И это и пугает детей, и маму это тоже может напугать. Но, к сожалению, здесь у нас нет вариантов. Мы должны и маленьких детей тоже проверять. То есть не откидывать такую вот мысль, что он же маленький, у него точно вот этого вот не будет. Когда мы полностью проверяем и у детей все анализы по необходимому списку, то мы уже можем словить его на этой стадии, когда у него начинающийся железодефицит, и можем ему помочь. Так, у меня тут есть один комментарий, что меня не слышно. Если всем остальным слышно, то маякните мне, что, может быть, это не слышно только у одного человека, а остальных всех все хорошо. Чтобы я понимала, что мы с вами на связи. Потому что бывают индивидуальные какие-то вопросы. Ну вот, все слышно, замечательно. Значит, тогда у кого-то что-то какое-то, надо, наверное, переподключиться. Поэтому очень важно, когда мы обследуем на железодефицит не только взрослых людей, но и детей, и маленьких детей тоже. Ну а если мы говорим про женщину репродуктивного возраста, женщину, планирующую беременность, женщину, которая находится в состоянии беременности, естественно, тоже мы обязательно ее обследуем на железодефицит. Это даже у нас по всем протоколам, которые связаны с предгравидарной подготовкой. Если кто-то не знает, что такое предгравидарная подготовка, это подготовка к беременности. У нас описывается возможность использования препаратов железа. И также во время беременности, даже с профилактической точки зрения, можно принимать препараты железа в определенной дозировке для того, чтобы не уйти в железодефицит. Потому что мы тоже с вами будем разбирать. У женщин на время беременности с каждым триместром все больше и больше возникает потребность в железе, а в период грудного вскармливания потребность в железе еще настолько больше, что, конечно, удовлетворить ее только пищевыми продуктами, даже при идеально выстроенном рационе, просто у нас не получается. Почему он, имея у женщин репродуктивного возраста, это проблема для здоровья детей? Все равно мы понимаем, что наш ребенок, откуда он берется? Он берется за счет того, что ест у нас сама женщина. Или если у женщины питания недостаточно, тогда уже ребенок начинает пользоваться ресурсами из тканей самой женщины. Тогда женщина начинает впадать в белковый дефицит, в дефицит железа. И очень много других показателей у женщины начинает снижаться. Когда и так пошла беременность с недостатком, а еще и израсходовала все эти ресурсы на то, чтобы сделать ребенка. И, конечно, ребенок не получит достаточное количество железа. И, естественно, ребенок также будет рождаться с железодефицитом. И, конечно, такая анемия будет и негативно влиять на репродуктивное здоровье жизни, на течение беременности, на внутриутробное развитие ребенка, на его неврологическое развитие после рождения. И даже есть исследования, которые показывают, что если у женщины во время беременности была анемия, то состав грудного молока будет меняться. То есть, по-моему, даже у меня есть этот слайд, я его покажу чуть позже. Состав грудного молока, причем не только по железу, а по аминокислотам, по другим микроэлементам. У женщины, у которой не было дефицита железа, и насколько ниже показатели, у женщины, у которой был железодефицит. То есть, молоко по составу уже будет некачественное. Мы все-таки стремимся, чтобы у нас женщина находилась, по максимуму сохраняла свое грудное вскармливание. Вот как раз здесь слайд, про который я вам говорила. Нормальная беременность, как выглядит вообще даже аминокислотный состав. Не просто железо, а даже состав аминокислот. И если у женщины были гистозы и аномии, насколько у нас меняется количество и микроэлементов, и витаминов. Но здесь, смотрите, еще есть такой нюанс. Мы разбираем цинк и медь. И насколько содержание цинка и меди ниже у женщины, у которой была аномия. А почему? Цинк с железом у нас синергисты. Они работают в паре. И всегда, когда мы смотрим железо, я рекомендую смотреть цинк. Потому что очень часто ко мне на прием приходят пациенты, у которых, да, был железодефицит. Все понятно. Обнаружили гемоглобин, ферритин, сывороточное железо. Все сейчас уже достаточно грамотные и знают, какие показатели сдавать. Начинают назначать препараты железа. Женщина их принимает. Железо может повышаться, может не повышаться. Но даже если оно повысилось, оно очень может быстро пойти вниз. А может и даже не повышаться. Почему это происходит? Потому что упустили цинк. Потому что не посмотрели цинк, а цинк у нее оказался низкий. И пока мы не поднимем цинк, мы никогда не поднимем железо. Это очень важная для нас взаимосвязь. То же самое медь. Цинк с медью являются антагонистами. Но хоть они и антагонисты, но все равно нам медь нужна для того, чтобы у нас был хороший уровень железа. Поэтому обязательно смотрим все вот эти микроэлементы. Как может влиять дефицит железа на маму и последовательно на ребенка? Вообще есть очень много таких симптомов. Не только когда, очевидно, женщина может мел есть. Очень много симптомов, которые кажутся нам не специфическими. Например, тяга к сладкому. Повышенное потребление углеводов во второй половине беременности. Что, с одной стороны, может привести к склонности к гистационному сахарному диабету. А у нас сейчас очень жесткие критерии постановки диагноза гистационный диабет. И часто беременным он выставляется. Это может привести и к избыточному весу во время беременности. Но не только у самой женщины, а может привести к избыточному весу и у ребенка в будущем. Тем более, что закладка жировой ткани у нас происходит в третьем триместре беременности и на первом году жизни. Поэтому это такие очень важные моменты в развитии ребенка, которые нам потом дают толчок на долгие годы. Хроническая усталость, недостаточность энергии во время беременности и в итоге гиподинамия. У беременной нет сил ходить, дышать воздухом. Отсюда еще больше усугубляется гипоксия. И отсюда становится еще выше риск осложнений в родах. Тревожно-депрессивные расстройства у беременной или у мамы тоже повышается риск тревожности у ребенка. Ребенок же очень сильно чувствует маму. Хроническое нарушение сна у мамы. Тоже это приводит к дефициту энергии, к повышению склонности к тревожности. Отсюда повышается тяга к сладкому. То здесь мы оказываемся в таком порочном круге. Кроме этого, может быть, у нас еще и влияние, конечно, на коммунитивные функции ребенка. И когда у нас во время беременности наблюдается дефицит железа, то мозг находится в состоянии гипоксии. Отсюда может быть и дальше у ребенка вот эти гипоксические проявления в мозгу, что в итоге может привести и к нарушению работы мышц, нервов, работы головного мозга. То есть нам, естественно, очень важно, чтобы у нас не было во время беременности железодефицита. Но и если мы говорим не только про саму беременность, а вообще про женщин, то какие симптомы могут нас насторожить в отношении железодефицита? Вот все фотографии, которые я вам здесь показываю, это мои пациенты, которые разрешали тебя фотографировать. И вот здесь одна пациентка, у которой такой комбинированный дефицит, сочетанный дефицит белка и дефицит железа. Об этом мы тоже с вами будем говорить, потому что гемоглобин – это белок, ферритин – это белок, трансферин – это белок. Поэтому очень часто у нас дефицит железа связан с дефицитом белка. На что тоже мало кто из специалистов обращает внимание. Начинают лить капельницы с железом, повышают его таблетками. А если низкий уровень белка, то мы не сможем должным образом повысить уровень железа. Поэтому видите уже, сколько взаимосвязей мы обнаружили. И цинк, и медь, и белок. То есть наш организм – это единое целое. И не получится так, чтобы вы посмотрели там один-два показателя, и за счет этого смогли правильно выставить диагноз и устранить причину. Поэтому вот здесь мы видим у женщины сочетанный дефицит белка, дефицит железа, что приводит к тусклости, ломкости, выпадению и раннему поседению волос. Кстати, дефицит меди тоже нас приводит к раннему поседению. Здесь, конечно, у женщины вообще такая очень сильная аллопеция. Ну, потому что здесь у нее очень сильный дефицит белка. И, конечно, там и железо, и ферритин в очень низких цифрах были практически около пяти. Она ходила в парике, просто потому что действительно очень сильная аллопеция. Сухость кожи, шелушение, сухие локти, трещины кожи пяток, пальцев – это тоже может быть проявлением железа дефицита. Конечно, нам нужно всегда проводить дифференциальный диагноз, когда мы внешне осматриваем пациента. То есть мы понимаем, что, например, сухость кожи на локтях может быть вызвана и, допустим, инсулинорезистентностью, вариантом нарушения углеводного обмена. Но здесь мы и смотрим по анализам, и смотрим наличие других симптомов. Географический язык тоже может быть в разной степени выраженности. Но, кстати, раз уж я показываю вам вот эти вот картинки, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что как и в первом, так и во втором случае у нас язык отечный. Вот обратили вы внимание, что у наших участниц отечный язык. И вообще, знаете ли вы, как мы оцениваем язык, и нужно ли нам понимать, что язык отечный? Вот напишите в чате, и о чем может говорить отечный язык. Вот кто-нибудь обращал внимание на отеки языка? О чем это может нам говорить? Потому что с географическим языком все понятно. С белым налетом все понятно. Да, вот здесь нам пишут комментарии. Гипотиреоз. Гипотиреоз и следы зубов тоже говорят об отечности. Да, потому что язык очень крупного размера. Он не помещается нормально в ротовую полосу. То есть он начинает давить на зубы. И отсюда у нас идут вот эти вот отпечатки зубов. И, как многие из вас правильно отвечают, это может быть связано с гипотиреозом, когда у нас тоже возникает отечность при гипотиреозе. Не всегда, конечно, это только гипотиреоз. Мы и с лимфатической системой работаем. Но, конечно, если мы смотрим язык, то обязательно обращаем внимание, нет ли отека. Симптом гречки. Коричневые пятна на тыльной поверхности кистей и лица тоже нам указывают на железодефицит. Тиняки под глазами. Тоже такой классика железодефицита. Вообще существует очень много симптомов различных железодефицита. Поэтому, конечно, мы с вами все разобрать сейчас не можем. И у нас для этого есть опросники по железодефициту. Насколько я знаю, вам должны были прислать или пришлют в конце вебинара вот эти вот опросники, где мы смотрим симптомы железодефицита. Какие же у нас есть группы риска по железодефициту, его симптомы в разных группах. Многие люди жалуются на хроническую усталость. Конечно, здесь нужно, опять-таки, проводить дифференциальный диагноз. И всегда даже я активно люблю расспрашивать пациентов, что бывает на моих вебинарах, и слушают меня часто. Я все время говорю, что не надо ждать, пока пациент вам что-то скажет. Самого его может что-то не беспокоить, и вообще он не понимает, что это нужно говорить именно вам. Или он уже про это забыл, потому что для него это стала нормой жизни. И даже бывает, спрашиваешь, какие лекарственные препараты принимают, но вроде все перечислили, точно все. Потом начинаешь дальше спрашивать по жалобам. А, ну да, вот я еще вот это принимаю. Ну, просто я это уже принимаю пять лет. Поэтому для меня это уже и, само собой разумеется, я уже и забыл вам про это сказать. Поэтому мы только очень тщательно спрашиваем, прям допытываем своих пациентов. Я в этом смысле не очень люблю какие-то заранее высылать опросники, или там кто онлайн консультирует, бывает тоже собирает какую-то информацию, не выходя на связь с пациентом, не разговаривая с ним, потом ему высылают какие-то рекомендации. Даже если я провожу консультацию онлайн, все равно это всегда там живое общение. Пусть это там по WhatsApp, по Skype, по Telegram, по Zoom, как угодно. Но всегда очень часто спрашиваю. Именно вот конкретно по симптому подробненько все расспрашиваю. Вот, кстати, у нас есть даже вопрос в чате. Зачем допытывать? Анализы все покажут. Мы не лечим анализы. Мы лечим конкретного человека. Плюс, естественно, нам нужно человеку объяснить, что вот смотрите, у вас есть вот такие симптомы, у вас есть вот такие анализы, и мы это соотносим. Ваши симптомы связаны вот с этим, с этим и с этим. Поэтому если мы говорим про хроническую усталость, конечно, это может быть и гипотиреоз, это может быть и хроническая усталость надпочечников, это может быть и железодефицит. Естественно, все эти моменты нам нужно отработать. Нарушение сна. Опять-таки, нарушение сна, с одной стороны, у нас могут быть от кортизола, когда у нас не уснуть или, например, человек засыпает, но потом просыпается ночью, ему потом не уснуть. Но здесь в данном случае мы больше даже говорим про нарушение сна, как такой синдром беспокойных ног. Он встречается не только у беременных. У меня вот была тоже одна пациентка. Не могу сказать, что часто сталкиваюсь с синдромом беспокойных ног, но вот была у меня одна пациентка, которая прямо говорила, что у нее это есть. Тревожно-депрессивное состояние. Опять-таки, проводим дифференциальную диагностику, но железодефицит не исключаем. Так как сладкому, когнитивное нарушение, все вопросы с волосами, кожей, ногтями, рецидирующая молочница или герпес. Ну, вообще, это, конечно, одна из моих самых любимых тем, когда мы говорим про герпесы, когда мы говорим про молочницы, про кандиду. Но действительно, дефицит железа может приводить к нам, к более часто появляющимся герпесам. Это один из симптомов. Ну, здесь тоже у нас сразу по ходу есть вопрос. Если восполнить дефицит синка и меди, то железо потом само поднимется или принимать железо. Вы знаете, когда мы говорим про прием железа, у нас тоже есть определенные нюансы. Вот, допустим, если нам нужно лечить кишечник, а чаще всего нам нужно лечить кишечник, потому что у пациентов есть синдром избытственно-бактериального роста, синдром избытственно-грибкового роста, есть вирусы. И мы понимаем, что при наличии дисбиоза кишечника мы не принимаем препараты железа, потому что грибы, бактерии, вирусы, гельминты, они все едят железо. Всегда тоже предупреждаю, что если вы там даже ОРЗ заболели, не нужно в этот период принимать железо, потому что вы будете таким образом подкармливать вирусов. С другой стороны, например, вот у пациента есть железодефицит, и нам нужно понять, что у нас там ждет впереди три месяца лечения кишечника, а устанавливать уровень железа нельзя. Что мы будем делать в данном случае? Если железо очень низкое, тогда можно делать капельницы с железом до того, как мы начали курс лечения. Если железо недостаточно низкое, да, мы можем примерно на три месяца отложить этот вопрос, пока мы занимаемся кишечником, но в момент, когда мы лечим кишечник, мы принимаем цинк, мы принимаем медь в случае, если они снижены. Не просто так мы всем подряд назначаем, а если вы увидели по анализам, более низкий цинк, более низкую медь, просто цинк с медью мы принимаем в разные приемы пищи. Там витамины группы В, которые тоже у нас связаны с железом. Мы можем в этот момент восстанавливать уровень белка. И на фоне улучшения работы кишечника уже железо начинает лучше всасываться у нас. И зачастую бывает, мы пересдаем анализ через три месяца, готовясь к восполнению железа, и уже у нас становится железо выше. Вот так. Я, конечно, не могу вам сказать, что оно полностью приходит в норму, но мы видим часто цифры выше, что, безусловно, радует. Медь мы смотрим по цирулоплазмину, а также я еще смотрю медь в крови тоже. Дети до пяти лет. Что может нас насторожить в отношении железодефицита? Это может быть и нарушение сна, и задержка моторного развития, про которое я вам говорила, что вот это вот внутриутробная гипоксия, которая дальше продолжает тянуться, когда дефицит железа во время грудного вскармливания, то есть ребенок регулярно недополучает железо, к сожалению, идет задержка моторного развития. Задержка развития речи, может быть, плохой аппетит на прикормы, может быть, какая-то избирательность в еде, задержка прибавки роста и веса. Ну вот если вообще говорить про задержку прибавки роста и веса, это даже свойственно не только детям до пяти лет, а это же бывает и в более взрослом возрасте, то есть тот же самый период полового созревания или предполового созревания, когда у ребенка, допустим, 10-11 лет, и мы видим, там идет отставание в росте, отставание в весе. Как вы думаете, что я делаю в первую очередь таким детям? Говорю им, идите на булки налегайте? Нет, конечно, категорически нет. Конечно, никакой нет у нас здесь увеличения рациона, потому что, ну как, ребенок может съесть огромное количество еды, особенно если мы говорим про правильную еду. А рекомендовать ребенку есть неправильную еду, это тоже ни к чему хорошему нас не приведет, кроме как нарушения углеводного обмена и усугубления дефицитов. Поэтому, естественно, этого не делаем. Мы правильно выстраиваем ему рацион, но при этом мы устраняем дефицит витаминов и микроэлементов. И на этом фоне ребенок сразу хорошо начинает идти в рост, он набирает вес, то есть нам для этого даже не нужно усиливать его питание. Но уж если мы говорим про детей более младшего возраста, то тоже это повод насторожиться. Опять-таки, не только в отношении железодефицита, а в общем мы смотрим в комплексе и другие дефициты тоже. Частые ОРВИ. Еще один вопрос. Ну, здесь важный момент, когда мы говорим про частые ОРВИ. С одной стороны, это дефицит железа, с другой стороны, это нездоровый кишечник. И всегда я говорю, что 70% нашего иммунитета находится в кишечнике. Особенно, например, если ангины, фаренгиты, танзелиты, бронхиты, бронхиальная астма, скопление слизи, носоглотки, какие-то насморки, гаймориты. То есть, все заболевания дыхательных путей обязательно сдавайте анализ на дисбиостонку кишки методом хроматографии и масспектрометрии по осипу. Смотрите избыточный рост грибов. Причем в данном случае мы даже говорим не про кандиду, а мы говорим про аспергилусов. Потому что именно аспергилусы поражают наши дыхательные пути. И как раз, когда мы восстанавливаем микрофлору кишечника, уже не нужно и миндалины удалять, и не нужно уже лечить постоянно ОРВИ, все проходит, ребенок становится более здоровым. Фибрильные судороги тоже могут быть у таких детей. Подростки. Ну вот красный мешок уже забежала вперед, рассказала про задержку пубертантового развития. Ну просто это то, с чем я часто сталкиваюсь, когда ко мне приводят детей. То действительно, часто это вижу, именно задержку связанную с дефицитом витаминов и микроэлементов. Навсегда это только железо, и В12, и другие витамины и микроэлементы. Поэтому все равно мы смотрим в комплексе, потому что наш организм – это единое целое. Если мы дадим что-то одно, но не будем давать другого, то мы можем не прийти к полноценному результату. Повышенная утомляемость, снижение успеваемости, лень, головные боли, метеочувствительность, синдром дефицита внимания, нарушение сна – все это мы можем наблюдать у подростков. Дефицит железа бывает для нас объяснимым и необъяснимым. То есть я не волшебник, я только учусь. И, конечно, наша медицина очень сильно шагнула вперед. Даже вот если смотреть те годы, когда я училась в институте, и вот за 15 лет, которые я уже работаю врачом, я думаю, что и вы обратили внимание в стоматологии и вообще во всех сферах медицины, насколько действительно у нас мощный прогресс во всех направлениях. Но какие-то вещи мы до конца объяснить не можем. И мы сейчас с вами поговорим о том, что мы все-таки можем объяснить, потому что необъяснимы. Но вот мы все проверили, предпосылок никаких нет. Чаще всего может быть какой-то патологический железодефицит. А объяснимы, когда у нас очевидная причина, чаще всего физиологическая, и мы находим эту причину, устраняем. Необъяснимый дефицит железа часто появляется в компании с дефицитом В12. Но и не только. Здесь нужно учитывать В12. Обязательно мы смотрим и В6, и фолиевую кислоту. И вот будем с вами говорить про клинический анализ крови. Даже в клиническом анализе крови очень много у нас показателей, которые указывают не только на железодефицит, но и на дефицит этих витаминов. Потому что когда у нас делаются клетки в крови, в нашем костном мозге, сначала у нас подключается В6, В12, фолиевая кислота, формируется определенный размер клеток, определенный объем клеток. И так же, как вы не хотите быть ни худыми, ни толстыми, так же и наши клетки. Они должны иметь определенный размер и определенный объем. Если размеры объема начинают меняться в большую или меньшую сторону, это нам тоже может указывать на дефицит витаминов группы В. Обязательно, если мы не понимаем, с чем связан железодефицит, мы обследуем на целиакию, смотрим на наличие аутоиммунного гастрита. Соответственно, вы можете отправлять к гастроэнтерологу таких пациентов. Бывает и даже инфекция хеликобактер пилори может привести к недостаточности железа. Но бывает и такое, что мы сталкиваемся с алиментарным фактором, потому что с одной стороны люди обленились. Вот я это могу сказать таким образом. Расспрашиваю у пациентов, что они едят. Чаще всего люди едят курицу и индейку. Почему? Потому что быстро приготовить. Вот говядину готовить долго. Из-за этого у нас некогда. Мы все такие занятые, что говядину мы, в общем-то, не едим. Это одна из причин. Плюс кто-то просто не любит красное мясо, не любят субпродукты, хотя, в общем-то, у нас там и говяжий язык является деликатесом, но тоже вот не заставишь людей есть. Все привыкли только есть переработанную еду. Как пишут у нас в комментарии, что говядина стоит все разы дороже. В том числе и это. То есть для кого-то готовить долго. Но видите, что касается моих пациентов, это люди, как правило, все-таки более обеспеченные. Кто приходит к нутрициологам, они следят за своим здоровьем, поэтому у них есть возможность купить говядину. У них не всегда есть время приготовить говядину, потому что они очень много работают. А кто-то, конечно, не имеет такой финансовой возможности. Плюс само мясо по себе, оно тоже стало более бедным в отношении железа. Почему? Потому что раньше у нас коровы ели траву, ели сено, а сейчас едят одни кормовые добавки. И, естественно, в кормовых добавках железа будет гораздо меньше. Да и в почвах у нас тоже сейчас не такое большое количество железа. Почвы являются более бедными, поэтому и даже трава же насыщается тоже от почвы. И получается, что уже и в продуктах растительного происхождения не такой уровень железа, как нам хотелось бы. Да и в продуктах животного происхождения тоже ниже. Сейчас есть огромное количество исследований, которые нам показывают, что содержание витаминов и микроэлементов уже на 30, а то и больше процентов ниже, чем у нас было заявлено в справочниках химического состава в пищевых продуктах. Плюс может быть нарушение всасывания железа. Дисбиоз, с которого я вам, собственно говоря, начала и постоянно возвращаюсь к теме дисбиоза, потому что без кишечника никуда. С какой вопрос бы мы не начали с вами разбирать, всегда мы говорим про кишечник. Ну и, конечно, это хроническое воспаление, которое способствует повышению белка гипсидина. С одной стороны, он запирает железо в ферритине, делая его недоступным для центрального кровотока. Отсюда мы видим при хроническом воспалении повышение уровня ферритина в крови. С другой стороны, он уменьшает абсорбцию железа в кишечнике и его транспорт. Плюс у нас есть еще и в составе пищевых продуктов леганды, затрудняющие всасывание железа. Чай, кофе, ряд веществ в составе витаминно-минеральных комплексов. Тот же самый, например, кальций или оксид магния. Они тоже влияют на всасывание железа. И тут же наблюдается дефицит легандов, усиливающих всасывание железа. А это витамины D, C, B9, B12, медь, марганец, аминокислоты. И здесь, кстати, тоже могу обратить ваше внимание в отношении витамина C. С одной стороны, мы говорим, что витамина C у нас сейчас как будто бы и нет такого дефицита. Давно мы уже забыли про цингу и какие-либо другие проявления витамина C. Раньше мы все говорили, дефицит витамина C. Потом как-то мы переключились на витамин D. Все, уже про C забыли. Мы уже начали говорить про витамин D. Например, у нас же стали активно пропагандировать, допустим, диету корнивор. Да, диета корнивор – это диета, содержащая продукты растительного происхождения. А где тогда возьмется витамин C, если он у нас в основном находится в продуктах растительного происхождения? Об этом же разве кто же из корниворовцев нам говорит? Об этом все забыли, и тоже мы можем находиться в дефиците витамина C, в том числе из-за этого. Повышенная потеря железа – тоже с этим мы сталкиваемся. С одной стороны, конечно, мы знаем, что у женщин есть менструальные потери. Здесь, кстати говоря, мы тоже находимся в таком порочном круге. Обильные менструации – это, скажем так, следствие железодефицита. С другой стороны, это еще больше усугубляет железодефицит. То есть мы идем по кругу. Восстановили уровень железа, обильность менструации стала меньше. Наличие мемы матки тоже усиливает кровотечение. Таким образом, дефицит железа становится еще больше. Могут быть кровопотери, связанные с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Ну, скажем так, я, наверное, с этими состояниями, как правило, не сталкиваюсь, потому что все-таки я не гастроэнтеролог. Хотя, конечно, я учитываю эти все заболевания. Обязательно пациентов тоже про них спрашиваю. Но если говорить про то, что больше встречается в практике нутрициолога, это как раз дефицит белка, дефицит цинка, меди, витамины группы В. Вот это у нас больше связано с дефицитом железа, наличие дисбиоза кишечника. Но все равно мы с вами все причины должны обговорить. У нас может быть и повышенный расход железа. И, конечно, это и при интенсивном росте, и при занятии спортом, и онкологических заболеваний. Ну и, конечно, беременности, кормления грудью. Как я уже говорила, очень сильно у нас расходует железо. Повышенный расход железа у нас происходит и при наличии хронического воспаления, да и вообще при наличии хронического воспаления у нас очень много что тратится. И в первую очередь даже белок. Вот могу вам привести такую информацию, что для того, чтобы сделать 1 грамм фибриногена, фибриноген – это у нас фактор воспаления, он может повышаться как белок острой фазы, чтобы сделать 1 грамм фибриногена, организм должен затратить 7 грамм мышц. Представляете себе, сколько белка у нас расходуется, просто чтобы сделать 1 грамм фибриногена в крови. А мы еще не говорим о циреактивных белках, все наши иммуноглобулины и так далее. Это все тоже, естественно, вызывает расход белка и плюс расход дополнительных витаминов и микроэлементов, в том числе и железа. Если мы говорим про анемию, то анемия – это уже финальная стадия железодефицита. Это уже, так скажем, вершина айсберга, а сколько там всего у нас скрывается внутри. И отсюда у нас есть разные понятия, и мы по-разному выставляем диагнозы. С одной стороны, у нас есть определение Всемирной организации здравоохранения, где мы говорим про то, что анемия – это ряд состояний, связанных со снижением уровня гемоглобина. У мужчин меньше 130 грамм в литре, у женщин меньше 120. Может снижаться гематокрит. То есть и или снижение гематокрита, не обязательно снижается гемоглобин. Может снижаться гематокрит, что обусловлено уменьшением содержания ретроцитов и гемоглобина в нем. А есть у нас понятие дефицита железа. Это функциональный дефицит железа в тканях и отсутствие запасов железа. Это может быть с анемией и без анемии. И как я пациентам объясняю таким более простыми словами. Организм у нас воспринимает все каким образом. Без кислорода мы жить не можем. Без кислорода мы умрем. Поэтому все железо будет максимально направляться в гемоглобин. И конечно, если у вас уже в гемоглобине нет железа, это значит, что его уже больше нигде нет. Это уже самый серьезный железодефицит. Это анемия. Если в гемоглобине железа достаточно, тогда организм отправляет его в сыворотку крови. Если в сыворотке крови хороший уровень железа, тогда оно направляется в ферритин. Это наши запасы железа. А это уже и обеспечивает нам наше здоровье волос, ногтей, нашу кожу. Вот такие вот моменты. То есть нашему организму в принципе все равно. Например, есть у вас аллопеция или у вас шикарные волосы. Это же только ваше качество жизни. Это ваше представление. Если вы хотите иметь хорошее качество волос, ногтей, кожи, то соизвольте, чтобы и железодефицита у вас не было. Ну вот такой анализ вам предлагаю, где вы видите, что у женщины достаточно высокий уровень гемоглобина, достаточно хороший уровень эритроцитов. Даже он зашкаливает. Гематокрит высокий. Высокая ширина распределения эритроцитов. Более низкое, среднее содержание гемоглобина в эритроците. Снижена средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Вот есть ли у нее дефицит железа? Ну и здесь, кстати, сразу могу вам сказать, что как раз вот про то, что я вам говорила про дефицит еще бы 12 фолиевой кислоты. То есть если мы видим, что ширина эритроцитов другая, если мы видим, что среднее содержание гемоглобина в эритроците, вот эти все показатели у нас выше или ниже нормы, тогда это нам указывает на то, что есть дефицит и выше 12 фолиевой кислоты. Но что мы еще видим у... Так, да, что мы видим еще у этой пациентки? Ферритин-1. То есть мы видим, что запасов железа у нас вообще нет. Ферритин-1. При том, что вот может показаться, что гемоглобин у нее достаточно высокий. Кстати, бывают же такие ситуации, когда у нас в принципе компенсаторно повышается гемоглобин при гипоксии. У курильщиков, например, может быть более высокий гемоглобин. Да даже у жителей больших городов, потому что мы же привыкли из дома не выходить, и все наши прогулки – это от дома до офиса, на машине или на каком-то транспорте. А кто вообще после пандемии до сих пор работает онлайн и не вылезает из своей конуры. Поэтому, конечно, часто сталкиваемся сейчас с состоянием более высокого гемоглобина. И нам недостаточно смотреть клинический анализ крови. Да, недостаточно. Ну вот пишет нам тут в комментарии, что есть мнение, что ненужны запасы ферритина. Ну, у нас мнений может быть много. У нас могут быть разные мнения. И даже могу сказать, что у нас есть мнение, что ферритин должен быть 300. Но мнение, но на то и есть мнение, что у каждого специалиста есть свой опыт, есть клинические исследования, есть ситуации, когда мы обмениваемся опытом, потому что я, кроме того, что практикую ежедневно, практически принимаю пациентов с утра до вечера, я еще и очень много выступаю с докладами на научных конференциях, услышаю других докладчиков. Поэтому у меня есть возможность слушать мнения разных врачей, и специалистов, и гематологов, и эндокринологов, и нутрициологов, и гинекологов. И плюс, конечно, у меня уже есть свой богатый опыт, и я абсолютно точно понимаю, что если нет ферритина, то мы сталкиваемся с большим количеством симптомов железодефицита. Если мы посмотрим на содержание железа в нашем организме и на его функцию, то мы видим, что большая часть железа находится у нас действительно в гемоглобине. Но первое, не забывайте еще про миоглобин, это, например, к вопросу о спортсменах. Не только даже о профессиональных спортсменах, а, допустим, очень часто ко мне приходят пациенты, которые имеют избыточную массу тела, они хотят ее снизить, но мы же не хотим снижать избыточную массу тела за счет ограничений себя в питании. Мы же хотим в первую очередь попробовать продолжать есть все подряд, но при этом часик позаниматься в спортзале. Нам это как будто бы поможет. Но чаще всего это не работает без изменения питания, естественно, никаких изменений веса не будет. Так вот, когда ко мне приходят такие пациенты, которые уже убились в спортзале, все-таки понимают, что пора менять свое питание, я увижу у них низкий уровень гемоглобина, допустим, низкий уровень ферритина. Я им всегда объясняю, что как вы занимались в спортзале. Ведь когда мы говорим про доставку кислорода к мышцам, то, к сожалению, при активных физических нагрузках с помощью гемоглобина это сделать невозможно. Для этого у нас есть миоглобин, который непосредственно в мышцах доставляет кислород. И если у вас низкий ферритин или низкий гемоглобин, то какой у вас будет миоглобин? Да никакого хорошего миоглобина у вас не будет. И поэтому каким образом вы получите пользу от физических нагрузок? Мы же хотим получать пользу от того, что мы делаем. А получается, что мы делаем себе этого вред. Потому что если у человека с железодефицитом занимается в спортзале, то что у него? Мышцы будут тоже находиться в гипоксии. А что в этом хорошего-то для нас, для организма в целом? Ничего хорошего не будет. Плюс, обращаю ваше внимание на то, что кроме того, что железо у нас находится в гемоглобине, миоглобине, ферритине, гемосидерине, оно у нас находится еще и в цитохромах. Почему нам это важно? Потому что, например, если мы рассмотрим тот же самый стероидогенез, то есть образование половых гормонов, которые происходят у нас из холестерина, на всех стадиях формирования гормонов, у нас участвует цитохром P450, в состав которого входит железо. И если будет дефицит железа, то как у вас будет работать фермент? То есть скорость работы фермента, количество этого фермента. И отсюда у нас и более низкий уровень, может быть, половых гормонов. Гормоны щитовидной железы. Если мы возьмем фермент тириопероксидазу, что делает у нас тириопероксидаза? Тириопероксидаза берет аминокислоту тирозин, присоединяет к ней 7 йодов. Таким образом у нас образуется гормон Т4. В состав фермента тириопероксидаза входит железо. Если у нас есть дефицит железа, о какой хорошей работе щитовидной железы мы можем говорить. Поэтому, конечно, когда мы видим гипотириоз, не нужно прям первым делом бросаться в назначение гормонов. Нужно посмотреть, а какой у пациента уровень железа, какой у него уровень белка, то есть насколько он может сделать эти гормоны, какой у него уровень йода, какой уровень селена, витамина А и Е, потому что они тоже связаны с гормонами щитовидной железы, меди. И таким образом мы уже составляем себе полную картину. То есть здесь мы опять-таки говорим про взаимосвязь всего нашего организма в целом. И я тоже видела там комментарии, что сдавать все анализы дорого. Но если мы не получили результаты каких-то анализов, получается, что мы можем попасть в какой-то затык и в ситуацию непонимания. Вот, допустим, пришел пациент к эндокринологу, что он сдает? ТТГ. В лучшем случае свободный Т4. Уж редко кто из эндокринологов назначит свободный Т3. Я уж не говорю там про антитела, уже реверсивный Т3, это уж вообще там высший пилотаж. Не требуется там во всех ситуациях сдавать реверсивный Т3. Но, тем не менее, вот посмотрели ТТГ, допустим, увидели ТТГ большой, без разбора сразу назначаются гормоны тероксина. Но почему не посмотреть уровень железа? А может быть, у человека просто ферритин низкий, может быть, ему нужно повысить уровень железа, и щитовидная железа заработает лучше. И это как раз и вопрос, объяснение, почему нужно сдавать больше анализов. Потому что если вы не сдадите вот это, вот это, вот это, мы не сможем с вами увидеть то, то и то. И не сможем сделать достоверных выводов и назначить вам соответствующее лечение, которое окажется эффективным. То есть, чем больше мы сдаем анализов, тем более таргетные назначения мы можем сделать. То есть, не вот так вот, что все полезно, и поэтому давайте вот теперь все пить, всем нужно. Вот железодефицит у всех, давайте все пить железо. Нет, такого у нас быть не должно. Мы смотрим конкретные анализы конкретного человека, и тогда уже делаем соответствующие выводы. Какие мы используем критерии диагностики железодефицита? Ну, стандарт диагностики является сывороточный ферритин. И, в общем-то, это сейчас у нас прописано во многих рекомендациях, даже если мы говорим про беременность, пенгавидарную подготовку. То есть, если вы посмотрите протоколы, тот же протокол Марс, на который ориентируются у нас гинекологи, то вы увидите, что уровень ферритина надо сдавать. Слава Богу, мы к этому пришли. Какой должен быть ферритин? Если ферритин ниже 30, то, в принципе, это уже достаточно такой серьезный железодефицит. Ну, разные есть ассоциации, разные есть мнения у нас по поводу ферритина. Я склоняюсь к тому, что ферритин должен быть примерно единицу на килограмм веса тела. То есть, мы и перебарщивать с ферритином не должны. И низкий ферритин тоже уже приводит нас к дефициту железа и появлению ряда клинических симптомов. Есть, конечно, разные мнения. Я вижу тут ваш комментарий по поводу школы Калинченко. Была у меня недавно ситуация, когда мужчине с ферритином 90 ученица Калинченко назначила 10 капельниц железом. Я, конечно, даже не могла пройти мимо этой ситуации. Хоть я и по большей части работаю в Санкт-Петербурге, но я веду приемы в Москве, но основное мое место работаю в Санкт-Петербурге. Мы прямо с этим пациентом позвонили в эту клинику. Я ей сказала, вам это Калинченко, что ли, сказала, что нужно так назначать. То есть, где-то написано, какие рекомендации, какие протоколы, откуда она это все берет, особенно вот мужчине с таким высоким ферритином. То есть, мы можем войти войти в состояние уже оксидативного стресса. И у нас достаточно большое количество исследований и по железу, и, например, по другим антиоксидантам. А железо, вы знаете, тоже выполняет у нас антиоксидантную функцию. Когда эти исследования показывают, что бесконтрольное, допустим, использование антиоксидантов приводит к тому, что они становятся прооксидантами. И неважно даже, про какую сферу жизни мы говорим. Сейчас очень много делается таких исследований, метаанализы попускаются, что, к сожалению, в избытке все вредно. Так же, как и в недостатке все вредно, так же и в избытке все вредно. Ну и огромное количество исследований, подтверждающих там и про избыточное количество капельниц, там доведение ферритина до очень большого уровня. Тем более, что, ну вот, если еще женщине, скажем так, довести ферритин до 300, ну вот, глядишь, у нее сейчас месячными, хотя бы это железо выйдет, а вот если мужчине сделать такой ферритин, то я даже не знаю, как ему потом это железо убрать из организма, только что кровопусканием, потому что здесь слишком сложные такие молекулярные механизмы, поэтому давайте мы будем все-таки следовать общим рекомендациям. Наша задача не навредить пациенту, а сделать так, чтобы он вылечился и получил пользу от наших назначений. И если мы говорим про высокий ферритин, то в каких ситуациях он может быть? Ну, я бы не сказала, что часто мы сталкиваемся с гемохроматозом, во всяком случае, если он говорит про мою практику и, например, там с онкологией, потому что бывает тоже пациенты сдали анализы, ждут приема, начинают про анализы читать в интернете, ой, высокий ферритин, онкология. Ну, конечно, чаще всего ферритин у нас повышается как фактор воспаления, и здесь мы смотрим другие факторы воспаления, это, например, там цирреактивный белок, фибриноген, там гомоцистеин, мочевая кислота. Если у вас есть возможности смотреть там интерлейкины, потому что действительно очень дорогостоящие анализы, ну, и насколько есть смысл, если и так понятно, там уже по другим показателям, что есть хроническое воспаление, если есть возможность, пожалуйста, можно интерлейкины смотреть, чтобы подтверждать наличие хронического воспаления, но чаще всего высокий уровень ферритина связан у нас именно с хроническим воспалением, а не с гемохроматозом. Как нам диагностировать железодефицит при хроническом воспалении? То есть, с одной стороны, мы можем видеть более высокий ферритин, но при этом мы смотрим и, например, сывороточное железо, оно может быть в более низких цифрах. Да, бывает, гемоглобин начинает снижаться из такой понятия как анемия хронического воспаления, да, более низкие цифры гемоглобина, но при этом у нас такой высокий зашкаливающий ферритин. Микроцитоз эритроцитов, вот такие нюансы мы смотрим, там коэффициент или процент насыщения трансферина, это все мы учитываем, когда нам нужно диагностировать железодефицит при хроническом воспалении. Ну и еще расскажу, почему у нас повышается ферритин при наличии такого воспаления, потому что у нас есть такой белок, который называется гипсидин. Это белок острой фазы, он повышается при воспалении и молекулярной мишенью его является ферропартин, трансмебранный белок, присутствующий во всех клетках депонирования железа, и он просто запирает железо, оно не может выйти из ферритина. Может ли быть у нас дефицит железа без анемии и железодефицитной анемии? мы должны четко для себя понимать, что это не какие-то разные болезни, это в общем-то стадия одного и того же процесса. Так же, как мы говорим и про нормальный углеводный обмен, инсулино-резистентность, сахарный диабет второго типа, мы понимаем, что это стадии одного процесса. То же самое и когда мы говорим про дефицит железа. Если мы обнаружили низкий уровень ферритина, сывороточного железа, то не нужно нам оставлять это без внимания. К сожалению, это остается без внимания. Попросили назвать белок под гипсидин. возвращаю слайд. Не можем оставлять это без внимания, хотя я сталкиваюсь с такими ситуациями в отношении инсулино-резистентности тоже эндокринологов как-то не лечат. Хотя даже очень высокие цифры, там бывают гликированные гемоглобины уже 5,8, глюкоза 5,9. Все, иди здоров. К сожалению, мы с этими ситуациями сталкиваемся. Но мы с вами не должны это все игнорировать. И мы, конечно, с вами должны восполнять дефицит железа на стадиях уже более ранних. То есть, когда мы видим низкий уровень ферритина, не дожидаясь снижения уровня гемоглобина. Если ферритин меньше 10, что мы в данной ситуации делаем, обязательно ли нужно капельницы. Что меня больше всего возмутило в истории с мужчиной, получившим консультацию в Москве, что при ферритине 80 ему были назначены капельницы. Капельницы дело у нас тоже такое непростое. И нужно всегда учитывать пользу вред, чтобы мы не ушли в избыток. И могу сказать, что я больше трех капельниц не назначаю. Трех капельниц нам достаточно для того, чтобы устранить железодефицит. Не нужно делать по 10 капельниц еще плюс к этому уколы какие-то. То есть если в целом ваша тактика лечения верна, то вы придете к результату уже и от такого количества капельниц. Просто дополнительно назначить цинк, медь в случае дефицита, белок. Потому что бывает, например, когда более низкий уровень белка плюс железо. Можно сделать комбинированные капельницы. Сначала пустить аминокислоты, а за аминокислотами пустить железо. Можно, например, сделать капельницы с чистыми препаратами железа, венофера, феринжекта. Можно, например, делать такой препарат называется адамель. Там не так много железа, но при этом там будет медь, цинк, хром, йод. Такий комплекс микроэлементов. И, допустим, я могу сделать капельницу с белком, добавить в нее вот такие микроэлементы, если я вижу, что ферритин может быть 30-40, для того, чтобы не переборщить и не уйти в более высокие цифры. А чаще всего, конечно, я прибегаю к капельницам, если вижу низкий гемоглобин. Да, я, конечно, говорю, что долго мы будем препаратами железа повышать вам его уровень. и при этом, если действительно ферритин 5 и сывороточное железо 5, тогда нам нужно скорую помощь применить, дать пациенту капельницы. А если, например, у него ферритин 30-40, то, конечно, уже в таких случаях я капельницы назначать не буду и предложу таблетированные препараты. Но, опять-таки, если мы не находимся в ситуации, что я завтра иду в протокол ЭКО, и мне нужно срочно повысить железо, или уезжаю на какие-то неопределенные сроки, не переношу препараты железа, то есть, бывают определенные ситуации, когда мы действительно отдаем свой выбор именно в пользу капельниц. Но рекомендую здесь всегда взвешивать пользу, риск и смотреть так, чтобы это было в пользу пациенту. Они тоже иногда сталкиваются с такими назначениями. Но, не знаю, как-то почему-то Москва часто такое делает, действительно, при очень высоком уровне ферритина назначают капельницы. Здесь просто возникает вопрос, вы хотите эту услугу что ли продать? У вас железо залежалось? В чем проблема? Если вы хотите капельницы продать, продать услуги капельниц? Вы знаете, существует огромное количество капельниц всяких разных, кроме препаратов железа, которые можно назначить пациенту с целью оздоровления. Для этого не обязательно пациенту с ферритином 50, 60, 70, 80 назначать капельницы. Ему можно назначить вполне другие капельницы, а железо повышать таблетировано, если уж очень надо. Некоторые пациенты считают, что спирулина может повысить уровень железа. И вот тоже у меня в более такой случай буквально даже не так давно пришла ко мне пациентка и говорит, ну у тебя столько пила спирулину, что-то у меня железо совсем не повысилось. Ну, здесь вопрос, что немножечко, при чем здесь железо и спирулина. Спирулина для нас не является таким прям большим источником железа, и нужно очень большое количество таблеток съесть. спирулины, это будет полтора миллиграмма железа, у нас в сутки с пищевыми продуктами до двух грамм железа у нас будет сасываться, поэтому, конечно, не спирулиной мы будем повышать железо, а с помощью других препаратов. Каких конкретно? есть у нас ряд препаратов, которые содержат 20 миллиграмм железа, 30, это, конечно, такие низкодозированные препараты, то есть, или их нужно в очень большом количестве капсул принимать, но здесь, кстати, тоже есть нюансы по поводу приема препаратов железа, ну, вот, нашла в свое время исследование, проведенное на беременных женщинах, где в одном случае железо назначалось три раза в день завтрак, обед и ужин, потому что многие как раз производители более низкодозированного железа рекомендуют принимать по одной капсуле, допустим, три раза в день, а в каждой капсуле будет примерно по 20 миллиграмм железа. И другая группа была пациенток, которые принимали железо только в вечернее время, и как раз я рекомендую принимать железо в вечернее время, потому что это способствует лучшему усвоению, способствует тому, что мы можем где-то использовать даже более низкие дозировки, уменьшать их токсическое действие, и добиться ускорения нормальных биохимических процессов. Но, конечно, я рекомендую в вечернее время полную дозу давать, и это не 20 миллиграмм. Например, допустим, мне нравится гемоплекс, потому что в гемоплексе будет и 75 миллиграмм железа, и там будут витамины группы В, и С, и медь, и цинк. Очень хороший препарат, который мне нравится для устранения железодефицита. Единственная ситуация, когда он не подходит, это когда высокие витамины группы В, и мы понимаем, что здесь оно совсем не нужно. А так я очень-очень люблю этот препарат, он, конечно, хорошо повышает железо, потому что дозировка 20 миллиграмм. Мы будем очень-очень долго его повышать. И назначаем, как правило, на три месяца. Через три месяца мы делаем контроль. смотрим на повышение наших показателей, эффективность нашего лечения. В некоторых случаях курсы нужно проводить более длительно, ну и, конечно, для ряда пациенток я рекомендую, допустим, во время менструации принимать железо. Здесь тоже можно индивидуально смотреть, даже я говорю, что видите, там чуть обильнее стали менструации. Принимайте железо. Вот принимайте железо, сразу обильность начинает уходить. То есть, здесь можно немножко по таким клиническим симптомам чуть-чуть добавлять себе железо. Почему у нас может быть неэффективно назначение препаратов железо? Ну, может быть, просто неправильно поставлен диагноз, или мы не выявили, не устранили причину железодефицита. Может быть, у пациента есть нарушение всасываемости, то есть, более низкая кислотность желудка, например. Может быть, наличие паразитов, поэтому обязательно я все время говорю, что начинаем с лечения кишечника, когда мы видим железодефицит, естественно, обязательно нужно сдавать анализы на паразитов. Максимальное количество паразитов у нас смотрит научный центр лабораторной диагностики в Москве на Малыгина 20. Там, кто живет в Москве, это Московская область, рекомендую сдавать там. Если вы живете в Санкт-Петербурге, можете сдавать у меня в моем центре, потому что у нас заключен договор, с Малыгина, и мы честно всю кровь отправляем туда. А если вы живете в регионах, ну, к сожалению, только 5-6 показателей гельминтов можно проверить, но тоже рекомендую их проверить, и плюс к ним общий моноглобулин и иозинофиль накатионный белок, для того, чтобы нам это исключить. Бывают, конечно, внутренние кровотечения, какие-то кровопотери, но с этим уже не вы будете заниматься. Бывает, просто я говорю, что дозы маленькие, потому что иногда пациенты приходят, говорят, мы принимаем препараты железа, толку никакого, ну, потому что пили там железо, которое там 20 мг, еще и какие-то сочетания с каким-нибудь кальцием, еще и какая-то низкоусвояемая форма, там, не безглицинат, железо какое-нибудь, да, не хилат, а какую-то форму возьмут неорганическую, там, малоусвояемую, и, конечно, на этом фоне не будет повышаться железо. Ну, и, конечно, чудес не происходит. За неделю мы уровень железа не восстановим, поэтому здесь все-таки я говорю, что 3 месяца это, ну, примерно такой срок, когда, ну, в принципе, я говорю о пациентах, о пересдаче анализов примерно через 3 месяца, то есть раньше быстрее результата от БАДов мы не получаем, то есть не будет такого, что недельку попили, и на этом все закончилось. Вот. Ну, опять-таки скажу, что важно не допускать избыток железа и не повышать уровень ферритина, именно поэтому рекомендую быть более осторожными, там в вопросах назначения капельницы назначать их прям очень помногу и больше отдавать предпочтение таблетированным формам. Ну, если мы говорим про алгоритм коллекции железодефицитных состояний, то еще раз повторюсь, что корректируем уровень белка, общий белок в крови у нас должен быть ну, примерно 75-85, если белок ниже 70, но это уже плохо, это уже указывает нам на дефицит белка. Смотрим на кислотную желудку, нормализуем ее, устраняем грибковую инфекцию на антикандидном протоколе, устраняем всем спалением кишечники, устраняем дефицит экофакторов, и тогда мы с вами придем к хорошему результату в отношении терапии железодефицита. И не бойтесь объяснять пациентам, почему нужно сдавать большее количество анализов, потому что можно просто потратить деньги на препараты железа, а вопрос, например, был в цинке. Всегда скажите это пациент. Наш организм это единое целое, и как раз наша интегративная медицина, она позволяет видеть чуть шире. Конечно, врач интегративной медицины это не бог, и нет такого, что этот врач, который лечит все болезни, есть определенный спектр болезней, с которыми мы тоже работаем, но при этом врача интегративной медицины шире мышления, когда мы не посмотрим два-три анализа, когда мы смотрим большее количество анализов, и назначений, конечно, у вас тоже будет больше, и когда пациент вращается ко мне на консультацию, я ему говорю, что смотрите, у вас вот это, вот это, вот это, и вот это, поэтому у вас и назначений будет столько, потому что, конечно, если бы пришли только к эндокринологу, и вам бы посмотрели только ТТГ, и назначили бы вам только препараты тироксина, это один вопрос, и когда вы сдали там 40 параметров крови, вас там два часа спрашивали про жалобы, то, конечно, мы видим, что и здесь не то, и тут не там, и поэтому нам нужно какое-то время на устранение этого дефицита, но всегда обнадеживаю пациентов, и говорю им, что это прям непожизненно, да, то есть, как правило, большое количество назначений мы выполняем в сроках 3-6 месяцев, дальше анализы по большей части приходят в норму, и мы можем уже ограничиться какими-то минимальными назначениями, в некоторых случаях вот я прям даже вот смотрю на анализы, и говорю, слушай, практически вам нечего назначить, кроме поддерживающей дозировки, там, витамина D, может быть, омеги-3, потому что все мы с вами там хорошо выправили, то есть, здесь очень важно для увеличения комплайентности лечения больше объяснять пациенту, больше доносить ему информацию о его жалобах, о анализах, не просто посмотрели и сами себе сделали какие-то выводы, а расскажите ему более подробно, что смотрите, там, у вас цифра такая, там, она должна быть вот такая, это приводит вот к этому, мы с вами будем делать вот это, и это увеличивает комплайдность пациента, если он не понимает, зачем и что ему и для чего нужно делать, и в целом у него как бы все в референсных значениях, то он может и не выполнять ваше назначение, для этого вы и индивидуально с ним работаете, и у вас не 15 минут на прием, как у терапевта.